здравствуйте касаемо значит вопроса о борьбе с миграционными нарушениями значит эта информация может быть полезна тем людям которые собираются ехать в россию работать работодателям значит те кто собираются переехать россии на постоянное место жительства и размышляет над тем какими путями им оформлять документы и иметь постоянный статус стране значит система миграционного учета разрешение на работу и вообще институт прописки это очень старые институты государственные которые нам достались от разных эпох то есть надо понимать что в 2017 году вот настоящее время действует огромное количество миграционных законов и многие из них конечно они несовершенны они абсолютно не отражают текущую ситуацию потому что например достаточно активно критикуемый иностранными иностранными гражданами институт регистрации он достался нам от со времен советского союза от лаврентия палыча бери регистрацию для российских иностранных граждан вводил именно он можете ознакомиться с историческими документами они есть в открытом доступе значит до этого была так называемая черта оседлости для разных категорий граждан который вообще досталось нам со времен там николая второго и даже до этого уже что-то было а на сегодняшний день у нас действует такой микс законов миграционных чуть ли не советского времени вот эти вот скажем так очень многие авировские процедуры современные законы допустим 2007 там вот года медведев очень много законов на подписывал указов и указы скажем так последнего времени в результате образуется такой целый пласт законов очень многие из которых противоречит друг другу которые не отражают значит современную текущую ситуацию тем не менее они действуют и с ними приходится иметь дело иностранным гражданам и туристам и бизнесменам и рабочим те кто приезжает работать и и специалисты высок квалифицированным а с другой стороны скажем так с ними сталкиваются российские юристы суды работодатели вот и третьим здесь является государственные органы с которыми тоже на самом деле все далеко не так просто и однозначно потому что когда речь как раз заходит у нас о значит выдаче каких-то документов подписание разрешений здесь уже серьезно попахивает ответственностью и если у нас как бы появляется такое понятие как незаконно выданные документы то за эти незаконно выданные документы отвечают как сам человек так так и те кто помогал их оформлять вот я хотел немножко коротко остановиться как раз на скажем так незаконно выданных российских паспортах и о борьбе с регистрацией незаконной значит незаконно выданные документы не только паспорта значит если у человека есть допустим выясняется что у на руках паспорт который необоснованно выдан раньше эти документы изымались сейчас этот документ просто признается необоснованно выданным и для человека который такой документ где-то приобретал или ему помогали оформлять он остается в качестве удостоверения личности намного более интересным является санкции скажем так против государственных чиновников которые выдают эти документы то что если у вас на руках есть необоснованно выданный паспорт его извините кто-то подписывал кто-то ставил печать кто-то регистрировал его в системе государственного учета или не регистрировал там есть ответственные лица системе мвд внутри и фмс решили вопрос очень просто значит человека который на подписывал на выдавал какое-то количество таких документов просто снимать должности и все дальше вас это не касается то есть его переводят на другую работу его увольняют он уходит на пенсию на ходе на повышение это как бы вы не найдете там концов тот кто подписывал документы выдавал эти паспорта их через пять лет на работе уже нету и даже если возникают какие-то судебные разбирательства там никогда вы никаких крайних и ответственных людей не найдете то есть система сама себя таким образом предохраняет а если у вас на руках оказался такой незаконно выданный документ то вам надо думать чего с ним делать потому что как бы для того чтобы показывать на улице он годится а для того чтобы с ним проводить какие-то регистрационные действия и никаких прав он по сути дела вам не дает то есть лучше такой документ просто положить на полку и о нем забыть и начать оформлять нормальные легальные документы если уж каким-то образом вас такие документы оказались вот это касаемо паспортов и видов на жительство и подобных вот документов огромное количество кстати говоря поддельных печати разрешение на временное проживание регистрации так далее от регистрациях я хотел бы немножко подробнее рассказать процентов 90 регистраций с которыми люди ходят по улице сейчас поддельные и с этими регистрациями и так называемым миграционным учетом значит достаточно успешно борется последние наверное три-четыре года сначала боролись так называемые резиновыми давами это адреса массовой регистрации запретили и здесь борьба пошла по низким направлениям значит сам человек с поддельной регистрации просто платит на улице штраф понятно да тот кто делал эту регистрацию последнее время как бы на адреса массовой регистрации натравили извините за это выражение участковых и они практически постоянно ходят и занимаются проверкой причем тут тоже все достаточно любопытный неоднозначно получается потому что стали возбуждать дела то есть сначала стали просто запрещать там регистрировать ну бюрократическими скажем так методами а потом стали возбуждать дела против тех людей которые регистрируют все иностранцы то есть в москве санкт-петербурге казани екатеринбурге то что я точно знаю дан определенный приказ участковым они должны ходить проверять кто где проживает и если выясняется что человек например зарегистрирован на какой-то квартире его там физически не присутствует эту регистрацию признают поддельный если же как бы на каких-то адресах наоборот выяснять выявляется большое количество иностранных там или русские или российские граждан которые не регистрируются тогда применяются крупные штрафы к владельцу этой недвижимости и также есть достаточно серьезная ведется борьба с трудовой миграции то есть если выяснили выявляются какие-то пред российские предприятия на территории которых работают люди которые не имеют разрешения на работу на эти юридические лица стали налагаться штрафы если штраф полмиллиона рублей для допустим для какой-то крупной организации он является незначительным то для маленькой организации это может быть вся их оборотка и они закрываются после этого либо перерегистрируются поэтому борьба ведется очень активная и то что я упомянул действует большое количество законов противоречивых с одной стороны а другой стороны им противостоит практика применение люди должны знать и понимать что если они едут в россию работать или жить надо очень четко иметь представление когда какие документы они получают кто за что отвечает и какие права и обязанности у них возникает в результате оформления этих документов то есть не надо торопиться и пытаться купить какие-то статусы да то есть купить регистрацию там где-то на улице или в метро то что расклеиваются ни в коем случае нельзя покупать паспорта и так далее туши очень плохо заканчивается концов вы не найдете система с этим справляется а вы окажетесь крайним и виноватым быть просто отдавать деньги не получаю никаких прав а еще сейчас получая и достаточно большие проблемы вот но собственно говоря ситуация такая и здесь надо еще сказать что здесь появился еще один игрок в кавычках да на этом поле это суды то есть российские суды последние 3-4 года вот с момента введения системы миграционного учета вот последней редакции 14 13 14 года еще появился игрок в виде федеральных судов которые начали заниматься делами о депортации о признании документов законными либо незаконными о расторжении эффективных браков еще один очень важный скажем так аспект потому что люди почему-то думают что если они заключают эффективный брак и они потом получат рвп ведь на жительство гражданство ничего подобного через некоторое время эффективный брак распадается он может быть признан незаконным и в этом случае человек тоже уже на законных основаниях на основании судебного постановления теряет и те документы которые он приобрел поэтому я еще раз повторяю здесь очень важно четко понимать что вы делаете и перед тем как вы начинаете оформление каких-то документов надо обязательно посоветоваться надо найти каких-то знающих людей которые хорошо в этом разбираются юристы которые с этим сталкивались ваши знакомые там может быть тот и люди там из государственных органов которые в этом хорошо разбираются вы можете с ним посоветоваться обязательно наводить справки вот и касаемо значит российских судов я хочу сказать что они стали активно участвовать в этих процессах и фмс вместе сностранных дел мвд они очень часто теперь предпочитают действовать на основе судебного постановления то есть вы можете добавить добиваться своих прав также и через суды единственное здесь надо иметь ввиду что есть суде которые уже разобрались этих миграционных делах хотя бы в основных а есть суде которые с ними не сталкивались и конечно вот эти суды неохотно рассматривают такие дела и просто их навязывают поэтому здесь тоже очень важно в каких судах будет разбираться ваше дело